Наташа окончила Омский государственный университет, приехала в Анапу к морю, имея за плечами богатый опыт работы в СМИ и администрации города. Привлекательная, с обворожительной улыбкой, она очень быстро стала счастливой анапчанкой, ибо работая в новостной команде, легко находила информационные поводы для сюжетов, а главное – интересных людей, которые с удовольствием открывали ей свои творческие и профессиональные секреты. Ее любила телевизионная камера, и с любых ракурсов операторам снимать Наташу было просто, но ей хотелось не себя показывать в кадре, а людей с интересными судьбами. Встречи с ними были ее безусловной удачей. Так родилась программа «Сторона родная». Нет ничего приятнее глазу, чем родные пейзажи. Для каждого из нас малая родина – это самое любимое место, куда всегда хочется вернуться. В программе «Сторона родная» мы расскажем о том, чем живут населенные пункты муниципального образования город-курорт Анапа. Об интересных событиях, людях, красивых местах и достопримечательностях. Давно никто так не снимал «Хутора Анапы». Каждый кадр наполнен любовью к жителям, истории сельского округа. Теплело на сердце от той красоты, которую удавалось открыть Наташе вместе с операторами и монтажерами, которые под ее требовательными замечаниями случалось переснимали на туру по несколько раз. Она очень много успевала на студии и бывало становилась в одном лице и корреспондентом, и редактором, и телеведущей. Уставала, конечно, но на солнечную улыбку никогда не скупилась, создавая вокруг себя настроение праздника. Солнце все меняет вокруг. Солнечный четверг, который обещают нам синоптики – залог хорошего настроения и самочувствия. И даже в маленьком погодном сюжете она сопереживала людям, ощущающим погодные катаклизмы. Будьте осторожны на дорогах и городских улицах. Сегодня эти слова нам кажутся роковыми. Несправедливо, когда погибают молодые и талантливые. Она была нам и коллегой, и другом. Когда Наташа уходила в корпоративный центр оздоровления «Сибур-Юг», мы знали, что ее талант украсит новую работу. Грустили по поводу ее перехода, но знали, что нас всегда ждет встреча с ней. Сегодня мы знаем, что она ушла от нас навсегда. Хороший человек, искренний журналист, любящий город Анапчанка. Она оставила в нем свой след – короткой, но такой яркой и солнечной судьбой.